Мой великий микрофон. Друзья, приветствую вас. Давно не виделись на просторах ютубчика. С вами, как всегда, профессиональный атлет и фитнес-тренер Илья Терентьев. На этом канале больше никого и нет. Добро пожаловать в мою импровизированную такую студию. Но пришло вдохновение сделать видео, при этом не обладая никакими средствами, потому что нахожусь в походных условиях. Тем не менее. Есть много людей, которым не удается похудеть. Снижение веса реально дается большими усилиями, большим трудом. Есть даже те, кто, соблюдая тысячу калорий ежедневно, при этом не могут снизить вес. И иногда вес у кого-то даже растет. В чем причина такого поведения организма? Почему даже на экстра низких калориях кому-то не удается похудеть? И причина, по которой я решил затронуть эту тему, оказалось личное сообщение, которое мне отправили. Мой основной формат, в котором я делаю контент, это написание статей. И иногда читатели выходят из рамки комментариев и пишут мне в личное сообщение. И вот что он написал мне один парень после одной из моих публикаций. А пусть и всякие голословные высказывания, он пишет. Моей матери 42 года, и мне 22. Она работает на физически активной работе и сидит на диете. Ест на тысячу калорий в день. Не сбросила ничего за месяц. И я просто отказавшись от каких-то там 500 калорий в своем рационе на 2000 калорий, сбрасываю вес вообще без усилий, учитывая, что все физические активности на моей работе сводятся к тому, чтобы встать из-за клавиатуры и потянуть спину. Также он приводит пример своего друга, который при тех же 2000 калорий ежесуточных занимается силовыми тренировками. В отличие от героя рассказа, который просто сидит и ничего не делает. И разве можно после этого говорить о том, что метаболизм и различия в нем это бред, заявляет наш рассказчик. Это было написано после моей публикации о том, что метаболизм у нас у всех в принципе одинаковый. Знаете, видно все боли и непонимание человека, такой сложившейся ситуации. Поэтому давайте поможем ему и тем, кто наблюдает может быть за своими близкими, такое же поведение может быть за собой встречал такое, что при экстра низких калориях не получается ни на громульку снизить вес, а кто-то спокойно его снижает вообще не задумываясь о еде. Почему так получается, что главный герой худеет легко на 1500 калорий в сутки, а его работающая физическим сложным трудом мать не может похудеть и на 1000 калорий? Почему главный герой при сидячем образе жизни тратит 2000 калорий в сутки, как и его друг, который за те же 2000 калорий в сутки вынужден еще и заниматься силовыми тренировками? Ну и обсудим вопрос, не относящийся к рассказу выше, и обсудим тему поведения организма на экстра низких калориях. Потому что часто можно услышать такое предположение, что чем больше дефицит калорий, тем меньше организм отдает жиров. Действительно ли это так? Демонстрирует ли он такое же поведение в контролируемых условиях, например, в исследованиях? Поехали во всем разбираться. Друзья, если вы уже тренируетесь и хотите сделать ваш тренинг системным, или только начинаете тренироваться и понимаете, что допускаете слишком много ошибок, тогда я приглашаю стать с участниками моей общеразвивающей программы. Она отличается тем, что предлагает вам не только тренировочную программу, а еще и инструменты по индивидуальной ее настройке. Например, таких как регулирование нагрузки на интуитивном уровне в зависимости от вашего нынешнего состояния или общего тренировочного стажа. И при этом всем вы будете достигать непрерывного прогресса. Также программа снабжена разделами по восстановлению, пониманию тренинга и расчетными таблицами, которые помогут сбалансировать ваш рацион. И не стоит забывать, что рекомендации по восстановлению для тренирующихся людей на 100% совпадают с рекомендациями по общему здоровью. Программа – это мягкий подход к фитнесу для тех, кто не видит себя в роли профессионала фитнеса. И для вашего образа жизни не подходит выполнение большого количества строгих рекомендаций. Если вы хотите, чтобы фитнес стал важной, здоровой частью вашей жизни, но не всей вашей жизнью, тогда приглашаю вас, приходите. Все рекомендации в программе научно обоснованы. Тренировки подходят как начинающим, так и более опытным тренирующимся. Если вам нравится такой формат, то переходите по ссылке, которую я оставил в описании к этому видео. Ознакомьтесь с разделами программы, ее контентом и наполнением и оформляйте участие. До встречи! Метаболизм. Что это вообще такое? Потому что у многих складывается впечатление, что это некий орган, который можно натренировать, ускорить, увеличить, замедлить, сломать. Часто можно встретить предположение о том, что у кого-то метаболизм работает быстрее, чем у другого такого же очень похожего человека. Но это не совсем так. Метаболизм – это вся энергия, которая необходима для того, чтобы каждая клетка в нашем организме работала. У нас клеток много, каждая выполняет свою функцию, и для выполнения своих функций клетке нужна энергия. И если мы суммируем всю энергию, которая необходима для того, чтобы каждая клетка работала и выполняла все свои функции, у нас получается метаболизм. То есть вся энергия, которая необходима для того, чтобы, ну, как минимум, жить. Метаболизм принято разделять на несколько составляющих. Есть метаболизм покоя. Это та энергия, которая необходима для того, чтобы просто обеспечивать энергией все жизненно важные функции организма. И метаболизм покоя – это самая энергозатратная статья у нетренирующегося человека. Потому что именно на поддержание всех жизненно важных функций организма уходит основное количество энергии. Наши органы работают всегда, ежесекундно, и даже когда мы спим, и даже когда мы не движемся, мы тратим очень много энергии. Есть еще термический эффект пищи. Это энергия, которая необходима нам для того, чтобы переварить все то, что мы съели. И нетренировочная активность – это вся активность, которую мы просто воспроизводим в течение дня, не задумываясь, неосознанно, когда работаем, гуляем, занимаемся хобби, либо какими-то делами по дому. И хоть нетренировочная активность затрачивает достаточно много энергии – это вторая после метаболизма покоя статья расхода. Тем не менее, у современного человека она не такая существенная. И есть еще тренировочная активность. Она отличается от нетренировочной тем, что это активность, которую вы выполняете сознательно, помещая себя в какие-то временные рамки, либо рамки интенсивности. Пройти один километр за 20-30 минут – это уже, несмотря на то, что будет прогулка, это уже тренировочная активность, которую вы себя сознательно заставляете делать. Это не то, что вы просто прогулялись, делая свои какие-то дела. Хотя могли бы сидеть. И вопреки распространенному мнению, тренировочная активность растет не так уж и много энергии. Даже если вы занимаетесь 3-4 раза в неделю, вы увеличите свой энергорасход за сутки и за неделю. Но добавка будет несущественная. И, как правило, она не составляет более 10% у тех, кто занимается силовыми тренировками. 10% от суточного энергорасхода. И что из всего, что мы обсудили, можно ускорить, либо замедлить? Тренировочную активность можно? Ну, с одной стороны, да. Можно тренироваться дольше, чаще, интенсивнее, увеличивая продолжительность и объем тренировок. Но, как показывают исследования, постоянно расти в энергозатратах не получится. Мы все равно приходим в какое-то плато, где увеличенная тренировочная активность снижает бытовую активность. Постоянно увеличивать энергорасход за счет тренировок не получится. Мы можем влиять на бытовую активность? Не совсем. Потому что бытовая активность предполагает неосознанное участие. Как только вы начинаете осознанно контролировать свою бытовую активность, это превращается в тренировочную активность. Можем ли мы увеличить термический эффект пищи и заставить организм тратить больше энергии на переваривание еды? Можем, но это мы обсудим попозже. А вот базовый обмен веществ, тот самый метаболизм покоя, который, считается, у кого-то работает по-разному. На него мы можем влиять? И действительно ли кто-то тратит очень много энергии просто лежа на диване, потому что у него очень быстрый метаболизм? Но проанализировав большинство данных, которые изучают метаболизм покоя разных людей, разных возрастных категорий, разного пола и разных занятий, мы придем к выводу, что метаболизм у всех людей работает практически одинаково. Ускорить его, оставаясь при этом здоровым человеком, просто не получится. Как минимум, не быстро. Например, увеличив количество активной клеточной массы, то есть нарастить мышцы. Если хочется это сделать как можно побыстрее, то, например, такие заболевания, как лихорадка, тиреотоксикоз и некоторые виды рака могут вам этому помочь, но вряд ли вы этому обрадуетесь. Чтобы было о чем дальше говорить и что разбирать, я предлагаю остановиться вот на этом исследовании, где-нибудь оно тут появится. Из него мы узнаем, что отличие в метаболизме покоя между людьми составляет всего лишь 5-8%. И получается, что одно стандартное отклонение, я тоже табличку вам покажу, одно стандартное отклонение населения, это примерно популяция 68% людей, составляет 5-10% отличия в метаболизме. А два стандартных отклонения, это уже 96% людей, находятся в пределах 10-16% разницы друг между другом. Что приводит нас к выводу о том, что большинство людей не отличаются скоростью метаболизма на какие-то значительные количества. Ну то есть, да, может быть у кого-то метаболизм покоя будет 1400 калорий в сутки, а у кого-то 1435. 35 дополнительных калорий в сутки это не то, что могло бы нам объяснить, почему кто-то не худеет на 1000 калорий, а кто-то худеет, делая это просто сидя за компьютером. Тем не менее, в обзоре есть некоторое ограничение, там анализировались все люди, независимо от пола, возраста и вида их деятельности. Поэтому разница в метаболизме покоя, равняющейся 600 калориям между 5 и 95 процентилями, это разница, скорее всего, между двухметровым мужиком и миниатюрной женщиной. А это, согласитесь, неравное сравнение. Очевидно, что большое тело будет тратить больше калорий. Масса органов тоже влияет на метаболизм покоя. А органы, как правило, больше у тех, кто физически больше. В общем, если стать более избирательным, учитывать большее количество факторов и отличий, и копать все глубже и глубже и глубже, мы поймем, что чем меньше между людьми отличий, чем больше они друг на друга похожи, тем меньше у них будут отличия в метаболизме. Потому что метаболизм человека в большей степени опосредован его активной клеточной массой, размером органов, количеством мышц, количеством кожи. Также опосредован его активностью. Остальные факторы могут вносить какие-то отличия, но они очень незначительны и неощутимы. Они точно не могут объяснить, почему существует такая большая разница между людьми. Вероятность того, что любой случайный человек будет обладать более мощным метаболизмом, чем у вас, более мощным на 600 калорий в сутки, равняется 0,05%. И вероятнее всего, этот человек будет просто больше физически, чем вы. Повысить метаболизм безопасно можно лишь одним способом – увеличить количество активной клеточной массы. И единственный доступный для этого способ – нарастить мышцы. 1 кг мышц в состоянии покоя тратит около 15 калорий в сутки. А если мы приложим какие-то усилия, чтобы нарастить этот 1 кг мышц, то мы потратим еще больше энергии. Учитывая все это, мы понимаем, что, скорее всего, у женщины обычный метаболизм. Если бы это было не так, скорее всего, она бы была больна и не смогла, может быть, даже работать нормально. Хотя утверждается, что труд у нее физически сложный. Смущает еще и то, что физический труд и 1000 калорий в сутки по факту должны привести женщину к тому, что она должна сводить концы с концами, но при этом она еще и не снижает вес. По некоторым отдельным исследованиям, энергозатраты только 5 самых крупных внутренних органов составляют 1385 калорий в сутки. Это не учитывая кожу, кровь, мышцы и так далее. Конечно, наш метаболизм вступает в режим адаптации и может занижать количество затрачиваемой энергии. Но в основном он это делает за счет активности, либо за счет количества сжигаемой энергии для теплообеспечения. Но он не может просто так взять и тратить меньше энергии на жизненно важные органы и функции. И в случае отсутствующего снижения веса при потреблении 1000 калорий в сутки, организм должен замедлиться до полного отключения печени, мозга, ну еще и легких в придачу. В общем, куда ни ткни, все не клеится. Нет ни одного объективного исследования, которое бы хотя бы навело на мысль и дало повод подумать, что кто-то может не худеть только потому, что у него замедлен метаболизм. Как правило, одинаковые люди показывают одинаковый метаболизм. Отличия могут быть, ну совсем незначительные. Не худеть на 1000 калорий невозможно, потому что только 5 самых важных органов требуют больше энергии для того, чтобы выживать. Либо в показаниях матери нашего героя, либо в его показаниях, либо в его наблюдениях есть какая-то скрытая ошибка, третий неучтенный фактор, который и мог бы объяснить, что же на самом деле происходит. Вернемся к исследованию, с которого начали, где мы узнали, что разница между людьми в метаболизме покоя не такая уж и большая. Я процитирую одну очень важную фразу. Общие суточные энергозатраты у людей варьируются в несколько раз не из-за изменения скорости метаболизма в состоянии покоя термогенеза, вызванного диетой, или термогенеза при физической нагрузке, а скорее из-за вариаций в нетренировочной активности. И мы подходим к первому неучтенному фактору, который действительно объясняет, почему разные люди худеют по-разному. Это поведение людей во время нетренировочной активности. Мы уже с вами обсудили, что активная клеточная масса определяет то, какой у вас метаболизм покоя. Но то, как используется эта активная клеточная масса и будет отличать людей друг от друга. И кто-то будет тратить 3000 калорий в сутки, а кто-то будет тратить 1500 калорий в сутки. И вес у этих людей будет одинаково не меняться. Основные различия между людьми происходят в активности. И в большей степени бытовой активности. Ту, которую мы не контролируем осознанно. И, скорее всего, это является третьим неучтенным фактором. Это то, что вылетает из нашего сознания. Если мы делаем что-то неосознанно, мы не можем это контролировать, оценивать, управлять этим. И, следовательно, мы не делаем никаких предположений о том, что это вообще с нами происходит. Поэтому какой-нибудь суперактивный худой человек не скажет, что я в такой хорошей форме, потому что просто мало ем. Нет, он, скорее всего, просто много двигается. И он даже не может подумать об этом, потому что с его стороны он ничего для этого не делает. Он не прикладывает никаких усилий для того, чтобы много двигаться. Просто его организм так устроен. Мы недооцениваем энергозатраты в быту. Поэтому и считаем это ничем. Поэтому нам кажется, что, сидя со столом, мы ничего не делаем. Хотя мы делаем очень много чего. Я уже не буду приводить все эти примеры с морганиями, с жестикуляцией, с громкостью голоса и дерганием ножкой. Но это действительно так и происходит. Все мы это делаем неосознанно и это вакуум, пустота для нашего сознания. Поэтому нам кажется, что мы ничего не делаем. А на самом деле это одна из самых сильных статей расхода энергии за сутки. Поэтому наш адресант изначально строит свои утверждения на ошибки. Он предполагает, что раз уж друг его тренируется, то он автоматически тратит больше калорий. Но, как я вам показал вначале, тренировочные затраты могут сказываться на нашей бытовой активности. Возможно, эта бытовая активность у его друга сама по себе не такая уж и высокая. И тренировки лишь уравнивают двух разных людей. Того, кто сидит весь день за компьютером, все равно тратит много энергии, потому что он может просто мельтешить и сидеть на стуле, как будто ему гвоздей насыпали. А второй, хоть и тренируется, но всю остальную свою деятельность бытовую он делает исключительно целенаправленно. Ничего в его действиях не делается просто так. Если он хочет есть, он идет к холодильнику и будет там есть. И по пути он не зайдет. Коридор, в соседнюю комнату, выключить свет, спросить там, как у кого-то его из домочадцев дела. Если он едет на работу, он едет на работу. Это первый важный отличительный фактор, как я сказал. Теперь поговорим про второй. Люди просто врут. То, что люди врут о том, сколько они едят, это вообще-то научный факт. Это уже много раз было доказано, исследовано, закреплено, подтверждено. В большинстве своем люди занижают то количество калорий, которые они съедают. А степень занижения варьируется в зависимости от веса, дохода, пола, психологического состояния. И степень занижения может быть очень серьезной. Наверняка вы видели это исследование, где женщинам предложили проследить за тем, сколько они едят и предоставлять свои отчеты исследователям. И как оказалось, только одна женщина из десяти предоставляла что-то более-менее там правильное. Остальные занижали до двух тысяч калорий в сутки. Но намного интереснее будет заглянуть на исследование однояйцевых близнецов. Казалось бы, вот тебе два идентичных человека. Совпадение по генетике 100%. Метаболизм у них даже одинаковый. Только один с лишним весом, а другой в нормальном весе тела. И если им предложить проследить за своим питанием и тоже предоставлять отчеты об этом, то кажется, что полные близнецы, как правило, занижали на 800 калорий в сутки, а их более стройные братья и сестры занижали до 400 калорий в сутки. И что самое интересное, занижения происходят даже если платить людям за то, чтобы они предоставляли точные отчеты. Даже финансовое вознаграждение не служит для нас определяющим фактором того, что мы не будем врать, сколько мы съели. А если взять людей с каким-нибудь более крутым диетологическим скиллом, например, самих диетологов, и попросить их предоставлять отчеты о еде, которую они съедают, как они справятся с этой задачей. И, как оказалось, справляются так же хреново. Несмотря на то, что люди каждый день работают с едой и помогают другим людям контролировать свое питание, Группа диетологов, хоть и занижала меньше 223 калории в сутки в среднем, чем контрольная группа обычных женщин с таким же средним весом, как у группы диетологов, они занижали на 429 калорий в сутки в среднем. Тем не менее, группа диетологов все равно занижала свои калории. То есть даже скилл – это не стопроцентная защита. Вот и ответы на все вопросы. Учитывая то, что 1000 калорий в сутки – это недостаточное количество энергии даже для того, чтобы просто лежать, активная работающая женщина 42-х лет не может не худеть на 1000 калорий в сутки. Скорее всего, она просто ведет неточный учет своей еды по причинам, которые нам неизвестны, и достоверно сказать, почему так, может только сама эта женщина, сделав определенный анализ. Но по моему опыту скажу, что самые частые причины – это неверно указанный размер порции, неверное описание продуктов. Может происходить недоучет еды из-за того, что сама по себе задача взвешивания и записывания является достаточно утомительной, и люди могут просто проявлять недостаточно усердие в этом вопросе, и поэтому просто записывают спустя рукава. В конце концов, данные БЖУ на упаковках могут давать погрешность, и, как показывают исследования, погрешность может составлять от 8 до 18%. А теперь про миф о ценном жире, который организм бережет. Может быть, вы слышали такое утверждение, что чем меньше ты ешь, тем больше жира организм запасает. Хотя, с точки зрения закона сохранения энергии, это настоящий взрыв мозга. Такого происходить не может. Чем меньше вы едите, тем быстрее вы худеете. Да, наш метаболизм подстраивается под диету и замедляется по ходу похудения. Потому что сам по себе организм – это адаптивный механизм. Более того, наш организм хорошо понимает, сколько жира и остается, который он может использовать. Есть такой гормон – лептин, который вырабатывает жировая ткань. И в зависимости от того, сколько жира в нашем организме, по количеству лептина, организм понимает, что там с ним происходит и каковы вообще наши запасы. Сможем ли мы пережить холодную предстоящую зиму? Но мы не можем адаптироваться постоянно. Само такое утверждение говорит о том, что каждый раз, снижая калории, организм будет все больше адаптироваться. И по факту в какой-то момент мы должны есть 0 калорий, и все равно организм к этому адаптируется. То есть мы, грубо говоря, можем не есть и при этом не худеть. Ну, конечно же, это абсурд. Есть определенная планка, ниже которой организм никогда не спустится и никогда к ней не адаптируется. Это, конечно же, наш метаболизм покоя. Поэтому утверждение о том, что организм запасает жир, когда он находится в глубоком дефиците энергии, она бессмысленна и беспощадна в какой-то степени, потому что этого не может происходить. Если мы в дефиците энергии, если вы продолжаете заниматься своими делами, думать, говорить, тренироваться иногда, то организм по-любому берет энергию из жира, чтобы компенсировать ту энергию, которую он недополучает из еды. У каждого свой организм. И кто-то адаптируется сильнее, кто-то очень адаптивен к диете, кто-то вообще не проявляет никакой адаптации. Кому-то каждый месяц нужно урезать 100-150 калорий, чтобы продолжать снижать вес. Кто-то этого вообще не делает, установив одну планку, и худеет на ней до конца своего похудения. Но если ваш организм адаптивен, каждый раз снижая планку потребления еды, вы будете стимулировать большее сжигание жира, а не меньшее сжигание жира. И единственный механизм, на счет которого организм может адаптироваться, это количество активности, которую вы производите. В первую очередь, неосознанную бытовую активность. Вы начинаете просто меньше ходить, меньше говорить, меньше двигаться. Все ваши движения становятся исключительно целенаправленными. Ничего лишнего вы не делаете из себя, не выдавливаете. Может быть, даже тренироваться начинаете меньше. И это единственный способ замедлить ваш метаболизм. Невозможно запасать больше жира в дефиците энергии. Хотя, возможно, конечно. Но для этого нужно терять очень много мышечной массы. А для этого нужно серьезно чем-то заболеть, либо ваша диета настолько несбалансированная и кривая, что вы просто теряете очень много мышц. Но, как правило, такое не происходит. Так что невозможно уйти ниже базовых энергетических потребностей. Чем ниже у вас дефицит, тем быстрее вы худеете. Единственное, что может у вас меняться, это количество вашей активности, которую вы производите в быту. И даже если вы столкнулись с метаболической адаптацией, органы будут работать, будут потреблять энергию и будут потреблять ее столько, сколько необходимо для того, чтобы они нормально функционировали. И если еды извне для этого будет недостаточно, организм будет сжигать свои жиры. Такие дела. Такое видео у нас получилось. Наверное, очень долго, да? Ну, ничего. Надеюсь, вам было интересно. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok